Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня будет очень короткий видосик по поводу Т-34 Falcon. Я просто хочу сделать следующее. Я снимал буквально сегодня Falcon, делал на него обзор и вот здесь вот вверху в конце видоса я обязательно выложу ссылочку на обзор этого танка. Сейчас же я хочу сделать следующее. Я установил амуницию на нем. Это тот же самый аккаунт, ребят, на котором я делал обзор. Просто потому что Falcon есть на всех моих аккаунтах. Единственная разница заключается в том, что на каждом аккаунте по-своему прокачан экипаж. Да, там дополнительные вот эти прокачки. Вот для того, чтобы было все абсолютно честно, я точно на том же аккаунте включил амуницию и закинусь сейчас с амуницией в бой. Я объясню, почему я это делаю. Дело в том, что очень часто, когда я снимаю какие-то видосы и делаю обзоры на танчики, меня начинают обвинять в таких вещах, как вот ты выкатил танк без всей оборудки, а со всей оборудкой танчик прям совсем по-другому играется. Ты выкатил из ангара, в данном случае по поводу Falcon, написали, что выкатил почему-то без амуниции, почему-то это сделал. Я там попытался объясниться, что просто реально вот на этом аккаунте, на котором снимал, я не открывал амуницию и, честно говоря, забыл. Ну, говорю так, как есть. Но в то же время, конкретно на Falcon оно не особо решает, потому что амуниция там, допустим, та же самая Coca-Cola добавляет полсекунды к перезарядке. То есть, ну, насколько это существенно в бою, ну, не знаю, ребят. Мне, честно говоря, кажется, что не особо существенно. Я вот сейчас поставил амуницию, сделаю одну катку и кому будет интересно, ну, а в частности для того зрителя, который интересовался данным вопросом, возможно, для того, чтобы развеять его какие-то сомнения, я сейчас попробую отыграть плюс-минус такой же результативности, ну и посмотрим непосредственно разницу. По подвижности я поставил две канистры для того, чтобы улучшить подвижность машинки, но, окей, скажу честно, признаю, действительно с двумя канистрами машинка стала ехать, мне кажется, бодрее. Как я уже сказал, обзор на Falcon я делал буквально сегодня, и поэтому, в принципе, ощущения еще свежи по поводу того, как танчик катается. Но и поэтому действительно могу сказать, что да, вот с канистрами вопросов нет. Что касается времени перезарядки, я вот сейчас шот сделал, ожидаю перезарядку, ну, я, честно говоря, по поводу конкретно КД особой разницы не ощущаю, именно вот, ну, не чувствую, да, ее. Может, цифра и поменялась, но я бы не сказал, что я это прям ощущаю как прям существенную добавку к тому, что у меня было раньше. Ну, вот сейчас бы чутка быстрее была бы перезарядка, я бы кинул пораньше немножечко в этого товарища. Так, вот здесь фарт, абсолютный фарт, меня не пробили. Кто там меня не пробил, не посмотрел? Шкода Т-45, ну, как бы не пробила, и слава богу, повезло. Потому что, честно говоря, в затылок машина бьется прям, что называется, на ура. Сейчас попробую из ЮТО добрать, но опять-таки, видите, ребят, перезарядка, да, то есть перезаряжаюсь, перезаряжаюсь, перезаряжаюсь. Такое впечатление, что я амуницию и не устанавливал никакую. И вот опять долгое время перезарядки. Добрали без меня, поехали на Шкоду Т-25. Я так понимаю, что браток оттуда вылазить не собирается. Занял точку и надеется на то, что он хотя бы нервы нам потрепет под конец. Понимает явно, что шансов у него нет. Так, долгий процесс сведения, 375 единиц накинул. Я явно сейчас не успеваю добрать Шкоду, потому что перезарядка, ребят, есть перезарядка на Т-25. Теперь давайте смотреть результат по бою. Результат по бою у нас следующий. У нас победа. И мне кажется, что я набразал количество тычек приблизительно такое же, как в предыдущем бою. Ну вот, 2040 единиц урона, один сделанный фраг, знак классности третьей степени. Если я не ошибаюсь, то в том видосе у меня было знак классности второй степени. По серебру. Ну вот, пожалуйста, по серебру. 37913. И по результативности в команде я занял свое второе место. Ну, ребят, я не знаю, честно говоря. Я вот сейчас поставил амуницию и... Так, ладно, это потом посмотрим. Я поставил себе амуницию и, честно говоря, я не прочувствовал, не увидел особой разницы в КД. Что касается подвижности, да, окей, подвижность немножечко изменилась по циферкам, но существенно изменилась по ощущениям. С этим спорить не буду. На данный момент у меня все. Кому интересно, вот ссылочка на обзор Т-34. И, ребят, да, если вы, как бы, ну, не сильно куда-то спешите, потратите секунду времени, подпишитесь на мой канал. Буду вам безумно благодарен. Ну, а я вас отблагодарю новыми обзорами, честными, объективными. Ну, и всегда поддерживаю связь. Пишите комментарии, обязательно вам отвечу. Всех благ, всего хорошего вам мира и спокойствия. Субтитры создавал DimaTorzok